Утро от первого, мы на месте. Тринанс за руководством, вручили львы, тускулы, вылезли. Изопринято, уезжаем. Свыше 100 килограммов героина изъяли сотрудники КНБ. Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с МВД Кыргызской Республики в результате спецоперации пресечен устойчивый канал контрабандных поставок тяжелых наркотиков. При перевозке свыше 100 килограммов героина организатор наркоканала был задержан. Тело 15-летнего подростка обнаружили в одной из квартир Шемкента. Его 12-летнего брата в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предварительная причина отравления угарным газом. Трагедия произошла в многоквартирном доме по улице Ерембетова вечером 26 марта. Прибыв на место вызова, аварийная бригада выявила ряд нарушений. Газовая плита и водонагреватель вынесены на лоджию. Дымоход проточного водонагревателя выведен через стены на улицу и заглушен полиэтиленовым пакетом. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя. Гвардейцы спасли женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью в Шемкенте. Инцидент произошел 23 марта. Гвардейцы заметили женщину, которая собиралась спрыгнуть с моста на Тамерлановском шоссе. Плачущую женщину отговорили от необдуманного поступка и отвели в безопасное место. Полиция выясняет обстоятельства инцидента. В Шемкенте водителя привлекли к ответственности за использование громкоговорящего устройства. Личность водителя автомобиля Volkswagen, который использовал специальные звуковые и световые сигналы, установлена. Его привлекли к ответственности. Водителя ждет штраф свыше 60 тысяч тенге. Нарушитель правил дорожного движения сорвал погоны и обматерил полицейского. Во время рейда правопорядок участковые инспекторы Макторальского района заметили автомобиль Дэйву Нексия с тонированными стеклами, без государственных номерных знаков. Водитель не подчинился законным требованиям полицейских и пытался скрыться на машине. Стражам порядка удалось догнать нарушителя. При составлении на водителя административного протокола за нарушение правил дорожного движения местный житель, сорвав погоны на форме на одежде, стал оскорблять полицейского. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Оскорбление представителя власти». Более 260 патронов изъяли полицейские у жителей Туркестанской области. В рамках оперативно-паратологического мероприятия КАРУ сотрудники управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Туркестанской области выявили факт незаконного хранения боеприпасов в Созакском районе. К оперативникам поступила информация о том, что один из местных жителей хранит у себя дома боеприпасы. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили и изъяли в доме сельского жителя свыше 260 незаконно хранящихся патронов различного калибра. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Данный факт зарегистрирован по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится досудебное расследование. Трамадол внесли в список наркотических средств. Теперь реализовать данный препарат смогут только аптеки, имеющие специальное разрешение. Правительством внесено изменения в постановлении об утверждении списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан. Комитет медицинского и фармацевтического контроля напоминает, что за реализацию лекарственных средств без лицензии предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Тело четырехлетней девочки, которая унесла течением реки, нашли в Туркистанской области. 26 марта 2023 года в Телькубасский районный отдел полиции поступило сообщение от жителя Сайрамского района о том, что он обнаружил тело ребенка в реке Арыс. Напомню, 17 марта четырехлетнюю девочку унесло течением реки. Полицейские призывают родителей не оставлять детей без присмотра. Полиция Туркистана разыскивает пропавшую девочку по имени Инжу, 2012 года рождения. Приметы, рост 130-135 сантиметров, волосы длинные темно-коричневого цвета. На ней были рубашка, джинсы черного цвета, спортивные обувь черного цвета. Мама пропавшей сообщила, что 25 марта ее 10-летняя дочь вышла играть во двор и не вернулась обратно. Если у вас есть информация о девочке, просьба сообщить об этом в дежурную часть управления полиции города Туркистана или на номер 102. Принят, выезжаем.